Подготовка, выбор репертуара, долгие репетиции позади. 26 октября наступил заветный день Икс, первый сольный концерт. Виталий Карпутов – певец, которого знают и любят многие знаменцы. Он долго шел к цели и добился своего. Полноценный, подготовленный на высоком уровне сольник состоялся. В концертной программе музыканта только лучшие песни, как мировые, так и российские рок-хиты. Виталий не только талантливый певец, но и автор. В концерте также прозвучало множество песен собственного сочинения. Сделать большую сольную программу соло, то есть в одиночку, невозможно. В подготовке программы ее проведений помогали его друзья и соратники. Игорь Радугин – клавиши, Сергей Костенко – гитара. В долгожданный день поддержали певца и его коллеги по сцене Центра культуры. Каждое выступление артистов завораживало и радовало всех собравшихся в зале. Почти полтора часа концерта промелькнули практически как одно мгновение. Каждый номер был удивителен и уникален. Музыкальный вечер в компании Виталия Карпутова оставил только самые добрые и теплые эмоции. Вы знаете, получили большое удовольствие от концерта. Очень талантливые люди, очень хороший, сплоченный коллектив. Конечно, большое спасибо Валентине Михайловне. Это, конечно, ее очень большая заслуга, но таланты величайшие. Всем прекрасного настроения и спасибо. Мы получили очень удовольствие, как говорится, на все выходные. Виталия Карпутова, наверное, все любят жители нашего города. Я каждый раз хожу на концерт, но сегодня его первый сольный концерт. Просто супер! Такое красочное название «Достань до неба». Мы сегодня все достали до неба. Высший класс, высший пилотаж. Очень большое-большое спасибо. Я желаю ему успехов, творчества. И пусть он радует своим творчеством, неиссякаемой энергией и радостью нас, знаменцев. Такую прекрасную, замечательную осень. Прекрасный октябрьский денек. Я что хочу сказать. Музыка в твоей душе – это прекрасно. Я наслаждалась музыкой, я наслаждалась песней. Концерт был прекрасен. Спасибо за концерт. Ждем еще встречи. Мне очень понравился этот концерт. Я внимательно слушала каждую песню, и каждая его песня несет в себе какой-то смысл. Я поздравляю Виталия с его первым сольным концертом и желаю ему творческих успехов и продвижения дальше. Он очень талантливый. Спасибо ему. Ну а мы, в свою очередь, также не упустили возможность задать певцу несколько вопросов о начале творческого пути, о его развитии. Сам артист родом из Луганска, начал певческую карьеру еще там, потом переехал в Россию, в Знаменск. Когда мне было 14 лет, у нас был парень, ну в друзьях, он очень классно пел, он так пел, что просто вся душа переворачивалась. И мне захотелось научиться тоже играть на гитаре и петь под гитару. И вот с тех пор, с 14 лет, я учусь постоянно, каждый день что-то узнаю новое. На большую сцену когда впервые попал? Впервые, ну как сказать, большая сцена. Это была местная ДК в моем родном городе, Петровская Луганской области. Это было 18 лет уже, потому что мы пришли заниматься в вокально-инструментальном ансамбле. И начались первые концерты, начали выступать на местных разных концертах, ну как и здесь. Попал сюда, здесь сразу пришел к музыке? Нет, не сразу. Я попал сюда, сначала меня взяли руководителем кружка на 0,25 ставки, там у меня совсем было 3 часа вроде, или 2 часа, 2 часа в день. А остальное, сколько там, 0,75, я работал в подвале рабочим, простым, крутил гайки, винты. И в каком году вышел на сцену здесь уже? В 15-м году. Первый сольный концерт прошел на ура. Уверены, у талантливого певца их будет еще много. Новых творческих успехов, новых песен и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...